Моя тема называется Методы исследования макрозообентуса Точнее, это не совсем тема Я сделала как водную часть Перед тем, как перейти к исследованию И мое исследование заключалось В эколого-фаунистической характеристике Зообентуса реки Енисея и ее притоков Начнем немного издалека Чтобы все представляли Понятие, что такое макрозообентус Макрозообентус это совокупность Беспозвоночных, размер тела которых Превышает 2 мм Населяющих дно водоема, пенталь Водную растительность, фиталь А также другие субстраты, в том числе Различные гидротехнические сооружения Население макрозообентуса Представляют черви Это такие как табелярия, планария, олигохета Херединея, это пиявки, нематоды Моллюски гастропода Брехоногие моллюски, биваля Двусворчатые моллюски Различные оракообразные Фиподы, изоподы, декоподы и другие Орахнида, паукообразные Инсекты, это насекомые Хирономиды, мокрицы, клептеры жуки Инфероптеры подянки, плекоптеры веснянки Трихоптеры ручейники, адоната стрекозы И другие представители Преимущества зообентуса при индикации загрязнения По сравнению с палогическими сообществами Определяется приуроченность к определенным субстратам По сравнению с фитобентусом Больше лоббительностью при реакции на загрязнение По сравнению с микроорганизмами Относительной устойчивости к паводкам Сносу и повышению мутности воды И по сравнению с альгоцинозами То есть фитофланктоном Большей чувствительностью воздействия Токсического и теплового загрязнения Биоциноз текущих вод Весьма на своеобразии На его структуру неоднородны В разных ландшафтно-географических зонах Наиболее удачно классифицировано Сообщество донок беспозвоночных Жадином и Гертом в 1961 году Согласно этой классификации Зообентус текущих вод Включают 5 биоцинозов Лито-реофильный биоциноз Каменистого грунта на течении Самореофильный биоциноз Песчаного дна в условиях течения Оргилореофильный биоциноз Глинистых донных отложений Пелореофильный биоциноз Заиленого дна при медленном течении воды Фитофильный биоциноз Водных макрофитов Произрастающих в условиях Небольшой проточности Беспозвоночные доны Субстратов стоячих вод Таких как озера, водохранилища, пруды, болота И тому подобное объединяет Следующие биоцинозы Литофильные – обитатели каменистого грунта, псамофильные – животные песчаного грунта, пелофильные – донные безпозвоночные и листых отложений озер, гипнофильные – организмы торфянистого дна и фитофильные – средизарослей водной растительности. Важнейшим условием развития биоциноза в стоячих вод является морфологическая и фсиологическая адаптация организма к условиям существования. Таким образом, характер биотопов определяет структуру биоциноза. При составлении программы наблюдений следует обратить внимание на обязательный охват систематическими наблюдениями типологических различающихся фоновых участков водоемов, переходных участков выше и ниже источников загрязнения, зон самоочищения, устьевых участков. Вентусные пробы следует отбирать на тех же станциях, что и фитопланктон. Наблюдение на створы желательно проводить ежемесячно в течение вегетационного периода. При отсутствии возможности ежемесячного контроля допускается проведение наблюдений в сроки наиболее показательные для оценки состояния водных экосистем. Например, программа проведения наблюдений по гидробологическим показателям предусматривает определение следующих параметров согласно руководящему документу организации и проведения режимных наблюдений за состоянием изгрязнения поверхностных вод суши. Так, по зообентусу определяет общую часть численности организмов, общую биомассу, количество групп, число видов в группе, общее число видов, биомассу основных групп, численность основных групп, индекс будивиса, индекс гудайтна-витлия, индекс сопробности и, соответственно, класс качества воды. Отбор проб. Для цели гидробиологического мониторинга наиболее удобным универсальным орудием ловы является скребок, представляющий собой надетую на палку металлическую рамку с режущей кромкой, которая пришита ситой с плотной бязи измельченного газа номер 23. Применение скребка позволяет отбирать как качественные, так и количественные пробы со всех видов субстратов, включая такие специфические, как погруженные обросшие борта паромов, стенки гидротехнических сооружений, сваемостов и другие. При отборе проб на реках скребок устанавливается ниже по течению относительно субстрата, с которого ведется отбор, чтобы организмы вместе с мученными частинцами грунта или фрагментами субстрата попадали внутрь сита скребка с течением. Во всех случаях, кроме отбора проб с песчаной грунтов, груд вместе с организмами отмывается в сите от мелких фракций грунта. Крупную гальку, попавшую в ситу, удаляют, предварительно осмотрев и сняв с нее организмы с помощью пинцета. При отборе проб с отдельных экземпляров или разряженных зарослями графитов и ничтых водорослей, необходимо протрясти их сито скребка, расположив его ниже по течению, а затем просмотреть растения для сбора прикрепленных организмов. При отборе проб с густых зарослями графитов следует погрузить скребок в их кущу и резким энергичным движением прокосить заросли. Указанным способом выбирают только качественные проб. При отборе проб с мягких глинистых грунтов и лов скребок погружается в грунт на глубину до 10 см и скребущим движением режущей кромкой срезается поверхностный слой грунта. Движение скребка при этом должно быть направлено против течения. При отборе проб с песчаной грунтов необходимо применять метод отмучивания. Для этого следует погрузить скребок в песок на 10 см и горизонтальными движениями наполнив сито песком примерно на 2 трети. После чего, не промывая, перенести грунт в ведро или таз и вращательными движениями также с помощью руки несколько раз замутить песок. Легкие фракции с организмом после каждого отмучивания сливайте предварительно ополаскнутый скребок оттуда в широкогорлую банку. Учитывая слабую заселенность песчаных грунтов, операция повторить 2-3 раза. По избежанию травмирования и перетирания организма грубыми частицами песка отмучивания следует производить осторожно плавными движениями. При проведении специальных исследований, связанных с изучением бентеса относительно глубоководных участков на водоеме, а также при невозможности пользования скребком, например, на легких с обрывистыми берегами на водохранилищах с несформированной литералью, возможно применение различных систем – дночерпателей, заросочерпателей, драг и других орудий сбора донной фонды. Из всего многообразия в качестве наиболее универсальных орудий сбора качественных проб можно рекомендовать два вида драг – закидную и четырехугольную. Для сбора количественных проб чаще всего применяют модифицированные модели дночерпателей Петерсона, Экмана, Бёрджа, штанговых дночерпателей Заболоцкого, Мордуха и Полтовского. Для отбора количественных проб с помощью скребка на галечнике всеобразно применять рамку, представляющую собой металлический прямоугольный каркас, наподобие аквариума, затянутый уменьшенным газом боковыми гранями. Пробы отбираются с помощью скребка, помещенного внутрь этого каркаса. Камни по мере смыва с них цвета скребка органилов можно удалять, предварительно сняв с них прикрепленные формы. Для сбора с помощью скребка количественных проб с мягких грунтов, а также обросших твердых поверхностей достаточно измерить площадь облова, по равную произведению расстояния, пройденном скребком, на ширине у режущей кромки. Например, при ширине режущей кромки 16 см, у прохождения скребка на поверхности грунтной полосы в 50 см, площадь облова составит 800 см2. При промывании пробы остатки грунтовой мывации в сачке остается материал для исследований. Полученный материал помещают в банку с этикеткой, на которой записывают место отбора проб и фиксируют 4% формалином, 90% спиртом или 70% этанолом. Дополнительные данные о температуре, грунте, глубине, гидрологических параметрах, таких как скорость течения, цвет, прозрачность воды, а также типе донных отложений, дату и время отбора пробы заносят в полевой журнал. Далее на месте отбора или лаборатории производят выборку организмов пентаса, разбирая пробы из банки по частям, постепенно разбавляя ее водой в специальном тагике. Выявленные из пробы организма переносят в чашку Петри, где производят их разборку по систематическим группам. Также существует иногда лов липолетающих насекомых. Лов взрослых в стадии насекомых или магов, летающих из воды, имеет вспомогательное значение для уточнения видовой принадлежности амфибиотических видов пентасных организмов. Чаще всего лед и роение насекомых наблюдается в вечерние часы в теплое время года. Облов раев нужно производить энтомологическим сачком, пойманных насекомых фиксировать и хранить в жидкости эдеманса, которая 640 мл до 60% этанола, 50 мл глицерина, 80 мл ледяной оксусной кислоты, 200-300 мл дистиллированной или кипяченой воды. При размещении стационаров в даемы хорошие результаты дают лов насекомых, летающих на свет в ночные часы. Собственно, анализ количественной пробы бентаса включает в себя три этапа. Это видовой анализ, определение численности каждого вида, определение биомассы каждого вида. Для более детального определения систематического положения животных их рассматривают под бинокулярным микроскопом типа МБС-1, используя определитель. Численность бентаса организмов определяют прямым подсчетом особей в пробе биомассы взвешиваниями торсионных или аналитических веса. Взвешивание нужно производить после непродолжительной обсушки и навеса от материала на фильтровальной бумаге, до момента, когда организмы не будут оставлять мокрых пятен на ней при легком надавливании. После подсчета и взвешивания численности биомассы каждого вида пересчитывают на 1 мм2, выявляют доминантные и сабдоминантные виды по численности биомассы. Оценим качество воды с помощью формальных приемов. Оценка состояния загрязнения водных систем можно оценивать с помощью метода индикаторных сопробных организмов, индекса Удивиса или Гахетного индекса. Сопробность – это комплекс физиологических свойств данного организма, обуславивающий его способность ревеваться в воде с тем или иным содержанием органических веществ, с той или иной степенью загрязнения. С помощью индекса сопробности оценивается степень загрязненности воды органическими веществами. Степень сопробности рассчитывают по индексу Патли-Бука в модификации сладечика, используя сопробную валентность пенетических организмов. Формула представлена на слайде. S – это индекс сопробности, маленькая S – это индивидуальная индекс сопробности вида или сопробная валентность, H – это наносительная частота встречаемости вида. По значениям и считанные индексы определяют зону сопробности и класс качества воды. Так, согласно руководящему документу, ранее озвученному, могут выделяться следующие градации индекса сопробности с привязкой к степени загрязнения воды. Меньше 1,5 – это олигосопробная зона, первый класс – условно чистая вода. 1,51 – это бета-мезосопробная зона, второй класс – слабо загрязненная вода. 2,51 – это 3,5 – это альфа-мезосопробная зона, третий класс – загрязненная вода. 3,51 – это полисопробная зона, четвертый класс – грязная вода. Больше 4 – это уже гиперсопробная зона, пятый класс – экстремально грязные воды. Метод Гуднайта и Уитли основан на том, что некоторые группы донных макробеспозвоночных встречаются преимущественно в чистых водах, а малощетинковые черви – олигохеты, напротив, не только легко переносят загрязнение, но и достигают большей численности в грунтах, обогащенных легкосвояемой органикой. Таким образом, состояние водных экосистем устанавливается по отношению численности олигохет к общей численности дона беспозвоночных. Формула представлена на слайде «О» – это численность олигохет, «Н» – соответственно, общая численность всех органиков. Авторы метода предложили следующую систему оценок. От 0 до 60% – это хорошее состояние, 60-80% – сомнительное состояние, 80-100% – тяжелое состояние. Индекс в большей степени отражает загрязненность донных вложений, а не воды в целом, так как не содержит групп видов, обитающих на поверхности грунта. Также пролей ввела в практику использование данных индекса 6 градациями качества речных вод. То есть олигохетный импульс, куда это будет ли в модификации пролей. От 0 до 17% – очень чистая вода, 17-33% – чистая, 34-50% – умеренно загрязненная, 51-67% – загрязненная вода, 68-84% – грязная вода, и соответственно, от 85% до 100% – это очень грязная вода. Метод Вудивис или метод расчета биотического индекса используется во всем мире для определения качества воды в водотоках по структурным характеристикам зообиотеса. Разработан был английским ученым Вудивисом в 1964 году для реки Трендет в Англии. Он основан на двух принципах – чем чище вода, тем больше в ней живых организмов. Разные организмы также выдерживают неодинаковую степень загрязнений. Для учета разнообразия предложено условное понятие «индикаторная группа». Под этим термином подразвивается легко определяемая дорода или более крупная систематическая категория представителей макро-зообиотеса. К ним относятся личинки веснянок, паденок, хирономит, ручейников, чилинстоногих или бокоплавов и трубочников. Далее необходимо оценить общее разнообразие донных беспозвоночных и почитать число групп, выделенных по следующему принципу. Любой вид плоских червей, класс молчатинковых червей, кроме рода найс, род найс, любой вид моллюсков, пиявок, ракообразных, водных клещей, любой вид веснянок, жуков, любой вид паденок, кроме баэти-сородани, любое семейство ручейников, семейство комаров-звонцов, кроме рода хирономус, личинки мошек семилюдая и каждый известный вид личинок других летающих насеком. По сумме индикаторных групп и видовому разнообразию зообентоса рассчитывают по специальной таблице от 0 до 10 баллов. Чем выше балл, тем лучше качество воды. То есть от 0 до 2 это полисопробная зона, сильное загрязнение, 3-4 балла альфа-месопробная зона, средняя степень загрязнение, 5-6 бета-месопробная, незначительное загрязнение, 7-10 баллов олигосопробная зона и чистая. Вот это таблица, по которой определяют соответственно баллы. Дальше перейдем к нашей работе. Мы занимались исследованием изучения зообентоса реки Енисей в районе города Красноярска. Немного об актуальности. Енисей является одной из крупнейших рек России и семи крупнейших рек мира. Его, например, годовой сток превышает такой сток реки Волга в три раза. На нем расположен каскад крупнейших водохранилищ на Енисеи, самый крупный из которых Стояно-Шушенская и Красноярская. Выбранный для исследования наш район расположен от города Демногорска до города Сосновоборска, расположенном в верхнем течении Енисея после плотины Красноярский ГЭС. Помимо этого, в Енисеи его притоки испытывают значительную антропогенную нагрузку, кроме влияния гидроэлектростанции, значительную нагрузку от лесосплава и водного транспорта до бытовых промышленных стоков. На всем протяжении реки Енисеи основным кормовым ресурсом для рыб является именно зообентос. Он составляет до 54% пищевого конка таких ценных видов рыб, как сик, хариус, осетр, таймин, налим, стерлиц. Именно от состояния кормовой базы зависит и возможность использования этих рыб в питании человека и уровень загрязнения водоотока. Также зообентос аккумулирует различные типы загрязнителей, как по фотосинтетической сети питания от фитоизооплантона, так и хемосинтетической от бактерии рубентос. Также хочется отметить, что в отличие от остальных экологических группировок, зообентос обладает низкой подвижностью, в связи с чем наиболее четко отражает степень загрязнения воды. Целью нашего исследования заключалась в определении и уточнении современного состава зообентоса контактной зоны реки Енисеи и его притоков и выявлении их экологического состояния, объект исследования зообентоса реки Енисеи и его притоков в районе города Красноярска, предмет исследования и оценка экологического состояния реки Енисеи и его притоков по показателям зообентоса. Задача Изучить и уточнить современное состояние фауны Зообентоса реки Енисеево притоков в районе города Красноярск, исследовать количественные характеристики реки Енисеево притоков в районе города Красноярск, выделить основные сообщества Зообентоса в исследуемых водотоках и оценить экологическое состояние исследуемых водотоков. Материалом для исследования послужили собственные пробы, отобранные на таких реках, как Енисей, на нем было расположено 4 створа, Базаеха, Мана, Ясауловка, Березовка и Кача. Отборы и обработка пробы существовали согласно общепринятой методике, описанной в руководстве по гидроэкологическому мониторингу Росгидромета 1992 года. Всего исследования проводились с 2015 по 2018 года. Всего нам было доступно 280 количественных и 8 качественных проб. За весь период нами было обнаружено 249 видов и форм донных беспозвоночных, относящихся к 7 классам. Среди всех видов наибольшее количество видов было отмечено в таких группах, как хирономиды, комары-звонцы, 29%, ручейники или трихоптеры, 18% и инфероптеры или подземки, 13%. Наибольшее количество видов было зафиксировано в реке Базаеха, затем шел Енисей и Мана, и наибольшее количество видов было отмечено в реке Кач. Комплекс доминирующих видов включал в себя 9 видов, из которых к массовым можно было отнести 3. То есть доминирующих видов по относительной численности, относительной биомассе и частоте встречаемости. К этим видам отнесены критопус бицитус, это комар-звонец, ортокладиус тхемания, тоже комар-звонец, циротопсихиневая, ручейник, микротидипис педелс хирономиды, радиксавата, брехоногий моллюск, эвгленогомарос веридис, амфиподы, бакоплавы, гмеловис фасиатокс, также бакоплав, погостия ориенталис хирономиды и феррелолинокия, это подземка. В результате зоогеографического исследования наибольшее количество видов относится к широко распространенным в полиарктической области. Также широко представлены виды, распространенные по всей галактике, и заметная доля восточно-евросибирских видов. Или дальневосточных, по-другому. В зависимости от предпочитаемых субстратов преобладал литофильный комплекс, то есть организмы, обитающие на каменистых субстратах. В трофической характеристике данной территории преобладали хищники, представленные в первую очередь на 60% составляли их бакоплавы. Общие значения численности донных беспозвоночных в исследуемый период варьировали от 2,5 до 55,3 тысячи экземпляров на метр квадратный. Биомасса от 17 грамм до 228 грамм. Наибольшие показатели численности у нас были достигнуты в июле, а биомасса в сентябре. Для описания характера пространственного распределения состава зообентоса методом кластерного анализа по коэффициенту сходства Брайкерца с нами было выделено сообщество. Так, на станциях 1, это приплативная территория, станция 3, около поселка Березовка, станции номер 4, около города Сосновоборск, и на реке Соловоке нами было выделено общество субэндемика Байкала, бакоплавы в Гленнагомарус-Веридис. На станции номер 2, это Енисей после впадения реки Маны и станции номер 8, это устье реки Березовка, нами было выделено также сообщество субэндемика Байкала, но другой вид Гмелоидис фасеатус. На станции номер 5, это река Мана, выделено сообщество восточно-полиарктической паденки Аптеронаркос-Ретикулата. В реке Базаеха выделено сообщество, это также река, протекающая вдоль территории заповедника Красноярские столбы, там выделено сообщество восточно-полиарктического ручейника Стенопсихии Мармарата. Ну и в реке Кача, она довольно является загрязненной рекой, протекающей на территории города Красноярска, отмечено сообщество хирономиды, хирономы, сплюмозус и малосичинково-червя, линодрилосхом мистере. В составе зубенца реки Енисей, его притоков доминировали представители бета-мезосопробной зоны, составляющих 65% от общего числа видов, и олигосопробы, или организмы, обитающие в условно чистых водах, они составляли 28%. Совсем незначительно количество видов альфа-мезосопробов 4% и полисопробов, то есть организм, обитающих в грязных водах. Индекс сопробности варивала в пределах от 1,2% от условно чистых до 3,65% грязных вод. Наиболее чистый этот показатель был зафиксирован в реке Енисей. Как я уже раньше сказала, наиболее грязные воды отличается река Кача. В целом превалировали слабо загрязненные воды. Биотический индекс варьировал от 4 от загрязненных вод до 9 баллов условно чистые воды. По всему району реки Енисея его притоков качества воды по биотическому индустрию оценено первым классом, то есть условно чистые воды. То есть на основании полученных индексов, индекс сопробности биотического индекса, в целом экосистему реки Енисея можно отнести к водам со слабой степенью загрязнения. Так, к выводам. Проведенный анализ изучения зообентоса реки Енисея и его притоков позволит прийти к следующим выводам. По нашим литературным данным, в реке Енисея и его притоках обитает 589 видов и форм донных беспозвоночных. К нами было встречено 249 видов и форм донных беспозвоночных, из которых 11 видов были встречены впервые. Встреченные представители макро-зообентоса относились к 7 классам. Наибольшие виды в разнообразии принадлежало личникам Комарово-Звонцову 72 вида, Рученикам 45 и Подемкам 33. Среди исследованных водотоков наибольшее число видов встречено в реке Базеха 175 видов. Минимальным числом видов характеризовалась река Кача 51 вид. Период исследования в контактной зоне реки Енисея и его притоков, по частоте встречаемости, долях в численности и биомассе комплекс доминирующих включал в себя 9 видов, из которых по всем трем интегральным показателям в районе исследований доминировали 3 вида. Глингомарус, Вирис, Гемелозис, Фассатус, Табакоплава, Супандемики, Байкала и Рученик, Цератопсихи, Невая. Количественные показатели в арене в широком дезапсоне от 2,36 и 17 до 55 и 228 в октябре. Средний период исследований численность за обед составила 16,32 тысячи экземпляров на метр квадратный, биомасса 96-99 грамм на метр квадратный. Не меньшие показатели количественных характеристик безпозвоночных течений всего периода исследований отмечено весеннее и весеннее в сонном апреле в среднем составляет численность 4,08 тысячи экземпляров на метр квадратный, биомасса 26,61 грамм на метр квадратный. Не большая по численности в летний сезон обо средней численность 28,3 тысячи экземпляров на метр квадратный. Максимальные показатели по биомассе наблюдались в осенний период, в сентябре. Средняя биомасса 157,27 суток грамм на метр квадратный. Максимальные среднегодовые показатели численности биомассы зафиксированы в реке Ениси, минимальные по численности в реке Мана, поведеннаясь в реке Качи. Максимальные показатели количественных характеристиков в целом по району следований вызваны массовым развитие байкальских неретических быкоплавок Мелозис Фессатус и Гленн Гомарус Веридис. В исследовании экваторию выделены 5 сообществ, среди которых 4 монодоминантных сообщества Енисея Неселки и Гленн Гомарус Веридис, Енисея Березки, Мелозис Фессатус, Манна Петеронаркус Ретикулата, Базаи Хастинопсихи Мармарата, Кача Херономус Племосус, Реминодрилус, Ахихов, Нестери. По индексу запробности на 80 станций качество воды характеризовала Сталин, классно-слабосогрязненные воды и Бета-Мезосопробная зона. На станции номер 2, 1 класс, условно-чистые воды, Олигосопробная зона. Наиболее загрязненные воды отмечены в районе 10-й станции реки Кач. 3-й и 4 классы загрязненные, Альфа-Мезосопробные, Грязные и Полисопробные воды. По биотическому индексу 80 станции соответствовал 1-му классу условно-чистые, за исключением станции 1, Енисееве, это приплативная зона вблизи Красноярской гидроэлектростанции, и станция 10-кача, второй класс слабо загрязнена. В результате степень загрязнения Енисеева приколков в целом по району следует оценит, как только слабое загрязнение, относящиеся к бета-местопромной зоне, с вторым классом качественного. У меня на этом все, спасибо за ваше внимание. Спасибо. Сейчас мы продолжим сразу докладом Людмилы, а затем уже вопросы. Хорошо, как вы скажете. Все, остановилась, нет больше. Хорошо, Дарья, спасибо огромное вам. Спасибо. Вы от нас еще не уходите, не отключайтесь, потому что я думаю, что у ребят возникнут вопросы. Так, это Людмила, буквально секунду. Так, понит звук немножко. Да, слушаем. Вот так лучше? Да, отлично. Не понит? Нет. Замечательно. Секунду, подключу демонстрацию экрана. Подскажите, видно? Да. Пойдем сначала. Так, Людмила, только вот это окошко, маленькое окошко. Какой зонтанчик? Ага, закрыла. Все отлично. Замечательно. Так, ну я еще раз представлюсь. Меня зовут Лукашина Людмила, кто, возможно, присоединился позже. И сейчас я вам немного расскажу. Также о том, вообще, что такое зоопланктон, методы его сбора и вообще, почему мы его изучали. И, соответственно, дальше пойдет тема моей магистрской диссертации, которую я защищала в том году. Так, зоопланктон – это водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными маслами. К зоопланктону традиционно относят также достаточно крупных гетеротрофных протистов. Это одноклеточные и колониальные. В составе зоопланктона встречаются представители большинства типов животного царства. В большинстве водоемов и водотоков самая многочисленная группа зоопланктона – это мелкие рыкообразные. В состав зоопланктона входят также личинки многих животных, пиологическая икра, рыб. Организмы зоопланктона питаются фитопланктоном, бактериопланктоном, детритом и более мелкими представителями зоопланктона. Если организмы весь жизненный цикл проводят в форме планктона, их относит к голопланктону. Если животные проводят в виде планктона часть жизни, как правило, личиночную стадию, их относят к меропланктону. Зоопланктон – это основа пищевых цепочек в биоцинозах, водоемах, водотоках, особенно морских. Это звено пищевых цепей, связывающее фитопланктон, который образовывает первичную продукцию с более крупными нектонными и бентосными животными. Зоопланктон играет важную роль в трансформации потока веществ и энергии, принимая активное участие в процессах самоочищения водоемов и водотоков. Качественный и количественный состав зоопланктона зависит от многих факторов. Так, в латических экосистемах наибольшие значения имеют глубина, скорость течения, температурный и кислородный режимы, диффузный сток в контактной зоне. Структурные характеристики зоопланктона испытывают значительные вариации в зависимости от гидродинамических условий водного объекта. Так, например, при переходе от гидродинамически инертных к риофильным условиям происходит смена качественного и количественного состава зоопланктона. Под влиянием экстремальных природных факторов, таких как паводок, промерзание или пересыхание, сообщество планктеров значительно объединяется или исчезает вовсе. Качественные и количественные характеристики зоопланктона широко используются для описания экологического состояния водных экосистем, где ему придается решающее значение. Например, при той же самой биоиндикации, что рассказывала Дарья, биоиндикации качества воды верхних и средних горизонтов, с которых осуществляется водоснабжение крупных населенных пунктов, или при биоиндикации качества вод густих притоков в верхней части водохранилища, где происходят значительные суточные фуктуации уровня воды, обусловленные ритмом работы гидроэлектростанций. Отбор проб. Планктонная сеть представляет собой сачок, указанный на рисунке, изготовленный из специальной ткани, пропускающей воду и задерживающей планктон, так называемого планктонного газа с резервуаром для сбора накапливающихся во время процеживания животных. Имеющийся в наличии материал выкраивается в виде конуса и пришивается к металлическому обручу верхней части, к планктонному стакану, нижней. В обоих случаях пришивать газ следует не непосредственно к обручу или стакану, а к полоске ткани, иначе он быстро прорвется в местах соединения с металлом. В гидробиологическом мониторинге принято два стандартных размера планктонной сети. Это с диаметром входного отверстия 25 или 40 сантиметров и длиной конуса 55 и 100 сантиметров соответственно. Воду берут из различных мест и с разной глубины, неважно водоток это или водоем, затем процеживают через данную планктонную сетку, и снизу к сетке также прикреплен стаканчик, в котором собирается сконцентрированная проба с планктоном. После процеживания содержимое стаканчика переносит в отдельную склянку и фиксирует 4% раствором формалини. Пробу снабжают этикеткой с указанием даты, названием, место взятия пробы и количество литров процеженной воды. В принципе, этикирование и фиксирование проб у нас с Дарьей схожи. Здесь показано несколько видов планктонных сетей. Первая – это качественная сеть Апштейна, затем количественная сеть Апштейна, третья – это количественная сеть Кольквитса и затем идет сетка Берджа. Качественная обработка проб. Вообще, задача качественной обработки зоопланктона сводится к точному установлению видовой принадлежности входящих в его состав организма. При этом рекомендуется отбирать и качественные пробы-дублеры, которые не фиксируют. Живые пробы обрабатывают по возможности немедленно после сбора. Если время не позволяет сделать это, то пробы сохраняют до обработки в прохладном месте, защищенном от солнца, причем банки плотно не закрываются. Непосредственно перед обработкой нефиксированной пробы ее следует сконцентрировать путем, например, центрофугирования или удаления большей части воды с помощью сипона. После этого чистой пипеткой берется капля осадка, переносится на предметное стекло и просматривается вначале под бинокуляром, а затем уже под микроскопом. Недопустимо путать так называемые живые и формалиновые пипетки. При микроскопировании рекомендую использоваться патронным стеклом, так как накрывание им капли с планктоном отчасти замедляет движение некоторых планктеров, и их, возможно, более детально рассмотреть и определить. В живом состоянии определяют главным образом мелкие формы без панцирных клаврат, такая плоскоалия, поэтому по стеклу нет, чтобы сжать восковыми или пластилиновыми ножками. Последнее необходимо лишь для более крупных зоопланктеров, это, в основном, копиподы. Для замедления движения животных под покровное стекло помещают каплю наркотизирующего вещества, это раствор хлорогидрата, хлороформа и другие. Виды, не требующие определения в живом состоянии, следуются из фиксированных качественных проб. Из-за осадки сконцентрированных проб пипетка и планктон переносится на премьерное стекло, обрабатывается. Для сохранения препарата на длительное время материал заключают в твердую среду, это глицерин, желатин или канадский бальзам. Что у кого есть под рукой? Чтобы воспрепятствовать подсыханию среды, препараты по краю покровного стекла окружают лаком. Удобен даже обычный лак для ногтей. Затем, количественная обработка проб. Она заключается в подсчете количества организмов каждого вида по возможности, по возрастным стадиям или размерным группам. Счетный метод довольно трудоемкий, но в то же время он самый точный. При других существующих методах, как объемные, весовой, химические, получаемые оценки носят суммарный характер. Значение самих организмов, отдельных видов, как индикаторов различных свойств воды, при этих методах совершенно не оценивается. При относительно бедных планктонных водах, организмы зоопланктона подсчитываются целиком во всей пробе, удобно использовать для этого камеру Богорова или кристаллизатор ЦЕБА. Камера Богорова имеет в виде стеклянной пластинки с жалобом или с сообщающимися канавками, разделенными призматическими перегородками. Камера Богорова. В большинстве случаев подсчет всех организмов в исследуемой пробе технически невозможен. Следует подсчитать небольшую порцию планктона и пересчитать на всю пробу. Пробу доводят до определенного объема 25-50-100 мл в зависимости от количества планктона. Чем чаще встречается организм в данной пробе, тем большее разбавление нужно применять для его подсчета. При редкой встречаемости, наоборот, требуется приведение пробы к небольшому объему. Таким образом, в зависимости от частоты встречаемости подсчитываемого организма, пробу следует либо разбавлять, либо концентрировать. Предложено разбавлять пробу в том случае, если количество просчитываемых организмов в порции более 1000 или сгущать ее, если организмов менее 100. Оценка качества воды. В системе Росгидрометод для оценки качества воды по организмам зоопланктона рекомендуется применять метод индикаторных организмов пантли и буков модификации сладенчика. Данный метод учитывает относительную частоту встречаемости гидробионтов H и их индикаторную значимость S. Определение относительной частоты встречаемости вида производит по глазомерной шкале, а индикаторную значимость зону сопробности определяет для каждого вида по спискам сопробных организмов. В принципе, то же самое, что и удар. Здесь также представлена формула, по которой вычисляется индекс сопробности. Для статистической достоверности результатов исследований необходимо, чтобы в пробе содержалось не менее 12 индикаторных организмов с общей суммой частоты встречаемости равной 30. Здесь представлена некая часть видов индикаторов и их индикаторная значимость S по региону Юго-Западной Сибири. Также соотношение значений относительного обилия и частоты встречаемости организмов. Благодаря этим данным мы сможем высчитать индикаторную сопробность организма. Перейдем, соответственно, к моей магистрской работе. Актуальность магистрской работы. Вообще, с вводом в эксплуатацию Саяно-Шушинской и Красноярской ГЭС в реке Енисею и притоках произошли изменения как гидрологических, так и гидрохимических и гидробиологических условий. При формировании акватории Красноярского водохранилища произошла экологическая перестройка, изменились динамика процессов замерзания, вскрытия рек, сроки и продолжительность следоставных явлений. Енисей ниже Красноярского гидроузла просто перестал замерзать, формируя полынью протяженностью до 150 км. Произошла полная перестройка структурного сообщества зоопланктона реки и ее приток. Именно эта зона испытывает антропогенные воздействия, начиная от неконтролируемого стока удобрения аграрного комплекса и заканчивая рекреационной нагрузкой, свойственной всем водным объектам. Моей работой являлась эколого-поммунистическая характеристика зоопланктона реки и Енисей, ее притоков и ее зависимость от антропогенного воздействия. Предметом исследования являлся зоопланктон, как индикатор экологического состояния водных экосистем. Объектом исследования являлась река и Енисей, ее притоки. Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи, представленные на слайде. Это изучить и уточнить современное состояние фауны зоопланктона реки и Енисей, ее притоков. Также исследовать особенности пространственного распределения зоопланктона реки и Енисей, ее притоков. Выделить основные сообщества и оценить состояние экосистем водотоков. Материалом моей работы послужили количественные пробы зоопланктона, которые были собраны в контактной зоне реки и Енисей на различном удалении от Красноярской ГЭС. Представлены в рисунке станции отбора гидробиологических проб. Пробы были отобраны в зоне реки и Енисей, также в устьевых участках его крупных притоков. Это Мана, Базаиха, Исауловка, Березовка и река Кача. Отбор проб зоопланктона производили по общепринятой методике, описанной в руководстве и, соответственно, много той информации, которую я вам рассказала вначале. Общий объем материала, доступный для нашего исследования, составил 210 количественных проб зоопланктона. Камеральную обработку проводили стандартно-счетно-весовым методом и определяли индекс опробности, бантли и буквы в модификации сладичка. О том, о чем я тоже говорила пару слайдов назад. В зоопланктоне реки Енисей и его притоков было встречено 130 видов планктонов беспозвоночных. Встречные виды относились к трем группам, среди которых наибольшее видовое разнообразие принадлежало калавраткам 73 вида. Веслоногие, ветви стеусы и раки были представлены приблизительно равным числом видов, это 31 и 27 видов. Качественный состав в пробе варьировал от 11 до 81 вида. Количественные характеристики испытывали значительные флуктуации. Так, численность лежала в диапазоне от 2360 тысяч экземпляр на метр кубический, до 242 тысяч экземпляр на метр кубический. А биомасса от 22 миллиграмм до 2431 миллиграмма на метр кубический. Максимальные показательные количественных характеристик в целом по району исследований вызваны массовым развитием веслоногих и ракообразных хитерокопа Бориалис. В контактной зоне исследованной акватории к доминирующему комплексу можно отнести 17 видов, однако массовыми среди них можно было отнести всего два. Это всесветно распространенная калавратка вертикатора ликаны була и полиарктические веслоногие ракфильтраторы. В зоогеографическом отношении львиная доля зоопланктона представлена всесветно распространенными видами это 57%, полиарктическая провинция 24% и галактический комплекс с широко распространенными видами 19% от общей пауны. В связи с тем, что исследования зоопланктона были проведены в контактной зоне в непосредственной близости от высшей водной растительности и подстилающих грунтов вполне закономерно преобладание в зоопланктоне и в ребионтных и литеральных формах 39% и 37%. Соответственно, истинопланктонные формы составляли только 18%. Истинопланктонные формы также были представлены транзитными видами, попадающими в водоток из Красноярского водохраняющего. В трофической структуре зоопланктона преобладали хищники различного уровня, среди которых вертикаторы 50%, хвататели 22%. То есть можно предположить, что в проточных водоемах с низкой тропностью поток первичной продукции был слишком низок для того, чтобы обеспечивать массовое развитие фильтраторов, доля которых, по нашим данным, составляла только 20% отстричных видов. Доминирующими группами по способу передвижения являлись плавающие-ползающие виды и группа плавающих. Группа ползающих-ползающих составляла 23%, а группа плавающих, но способные прикрепляться к субстрату, всего лишь 5%. Качество вод реки Енисей и его притоков по показателям зоопланктона варьировало от 0,2 условно чистых до 1,5 слабо загрязненных вод. В составе зоопланктона исследованного участка реки Енисей доминировали олигосопробы, но реже встречались бета-мезосопробы, и минимальным числом видов представлены альфа-мезосопробы и полисопробы. Соответственно, на основании всех мною полученных данных можно сделать следующие выводы, что в зоопланктоне реки Енисей и его притоках был встречен 131 вид зоопланктонов беспозвоночных. Встречные виды относились к 3 группам, среди которых наибольшее видовое разнообразие принадлежало калавраткам, и наименьше было представлено ветвистоусами и веслоногими раками. Среди исследованных водотоков наибольшее число видов было встречено в реке Енисей, это 95 видов, наименьшее количество видов в реках Базаиха и Мана. Реки Исауловка и Березовка представлены на 40 и 51 видами. В период исследования в контактной зоне реки Енисей и его приток, встречаемость в численности и биомассе, доминировал комплекс, объединяющий 17 видов, из которых к массовым можно отнести было только 2, среди которых всесветно распространенная калавратка вертикатора ликана була и полиарктический веслоногий ракфильтратор хитрокопа Бориалис. Количественные характеристики испытывали значительные флуктуации. Также в исследованной акватории было выделено 5 сообществ, среди которых 4 было монодоминантных. Это сообщества реки Енисей хитрокопа Бориалис, река Базаиха паракуклопс фембратус, река Качи мегакуклопс гигас и река Березовка ротария ротатория. Из сообщества содоминирующих видов Коклопс-Скутефер и Дахния-Галиата-Врегемана. По индексу сопробности на 9 из 10 станций качество воды соответствовало первому классу условно чистые воды, олигосопробная зона. Наиболее загрязненные воды отмечены в районе станции номер 8, это река Исауровка, соответствующая второму классу качества воды, слабозагрязненные в этой мезосопробной зоне. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Людмила. Итак, мы прослушали с вами два доклада научно-исследовательских работ, которые посвящены исследованию качества реки Енисей. И сейчас у вас есть возможность задать вопросы Дарьи и Людмиле. Пожалуйста. У кого есть вопросы? Работы, как вы понимаете, очень серьезные, очень качественно выполненные. И это те работы, на которые вы должны ориентироваться при выполнении своих научных исследований, при написании выпускных квалификационных работ. Ну и, соответственно, это вариант тем, над которыми вы можете работать. Пожалуйста, ребят, есть вопросы? Да, ребят, есть вопросы. Да, есть вопросы. Так, пожалуйста, кто? Гостева, это я. Я хотела... Мне было бы очень интересно узнать, просто я не представляю себе, как вообще люди делают эти работы. Вот начиная вот с нашего второго курса, пока мы учимся. А как? Они могут рассказать, как они дошли до того момента, как они написали работу? Они с кем-то договорились, как-то ездили в Красноярск, кто помогал им делать? Вот это вот все, весь процесс они могут рассказать? Даша, Людмила, я вас прошу начать прямо со своих бухгалаврских работ. С чего мы когда-то начинали? Давайте, да, Алина Вячеславовна, начнем, наверное, с самых истоков, как мы вообще попали в эту стихию гидробиологии. Прошу прощения, кто задал вопрос? Как зовут? Можно? Люда, а вы можете камеру включить? Да, конечно. Так, сейчас, секунду. Включилась, я надеюсь. Вот, да. Итак, Мария, мы, по-моему, тоже с Дарьей на втором курсе нам предложили заняться изначально Косинскими озерами. Тоже очень интересные водные объекты находятся в Московской области. Это получается... Это Реутов. Это Реутов. Это Реутов. Находится в Москве. То есть изначально весь наш путь начался от Косинских озер. Там мы первый раз попробовали сами отобрать пробы вообще, не представляя, что это, как это, зачем и почему. Втянулись, стало интересно. Затем мы передвинулись в научно-исследовательский институт оригационного рыбоводства, который находится в Харапуново, это Московская область. Там нас уже дотошно начали учить, что как отбирается, нам дали бинокуляр, нам дали микроскоп, электронный микроскоп дали. Соответственно, началось полное погружение в гидробиологию и качественную и количественную обработку проб, потому что это самое главное, что должен уметь делать зоопланктонолог, гидробиолог, это обрабатывать пробы. Что вам еще сказать? Как это все началось, Дарья? Может быть, вы дополните. Как все началось? Ну, наверное, все-таки благодаря нашему институту, потому что на тот момент у него была возможность предоставить место, где мы смогли проходить практику. Это было ирригационное рыбоводство. Только возьму ваши возможности, ваши желания, и Альбина Вячеславовна нам всегда помогала, направляла нас. И вот мы уже дошли до Института глобального климата и экологии. Поэтому только ваши желания, а так все есть, везде есть, есть добрые люди, которые хотят отдать вам их знания драгоценные и получить отдачу от вас. Ну, я хочу сказать, что, да, сейчас, к сожалению, вот такая ситуация с коронавирусом, когда, ну, не берут на практику студентов многие организации. К сожалению, да, вы просто, ребят, попали вот в не очень, скажем так, удачный период, удачный год. Ну, я уверена, что, ну, это максимум, надеемся, что максимум еще полгода, и следующий, как минимум, учебный год мы с вами начнем в очном режиме, и в том режиме, когда организации берут на практику. Потому что, ну, вы видите, что те работы, которые представлены девочками, это уже узкая специализация. И в рамках ГУЗа вот такую узкую специализацию всем дать просто невозможно. Это нереально. Поэтому, конечно, начинается, наверное, все с практики. С практики, где вы своими руками учитесь делать то, о чем вам рассказывали на занятиях, но это очень сложно представить, пока не попробовал сам. Поэтому все в ваших руках. Третий курс, я знаю, что Ульяна, например, несмотря на все сложности пандемии, сейчас проходит такую волонтерскую стажировку, например, в нашем зоопарке московском. И там, безусловно, у нее будет возможность выбрать тематики в рамках зоологии, в рамках экологии животных, если эта тема захлестнет, если эта тема понравится. Поэтому смотрите те варианты, которые вам предлагает жизнь. И используйте эти варианты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А. А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.A.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.А.К.р ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА